Я был в армии собирать песни. Поскольку Бог меня дарил слухом, я собирался эти песни записывать в блокноте, пел их неплохо. И вот это мне понравилось. Мы устанем за плечами. Александр Борисович Кердонов. Встречаемся на одном месте. Его продолжают в училище попеть пару авганских песен. Но это у меня не было. Там сам Саша читал свои стихи. Радмида подарил мне сборных стихов. Сибирский тракт. Это же открывает молодого лейтенанта в гостинике «На турист». Это первое, что я прочитал. У меня это просто шарел. Это же мой лейтенант. Это же лейтенант Коженко, который погиб в этом стане. Это мой лейтенант. Я с ними не хотел. Это мой лейтенант. Он меня заслонил. Он мне больше, чем друг. Он мне ближе, чем брат. Это мой лейтенант. Он спел песню Кердену по телефону. На одном конце трубки звучала новая песня. А на другом конце плакал ее автор, подполковник Александр Керден. И вот так завязалась дружба между ними. И Ахлям выбрал более 30 лучших стихов из подаренных ему сборников. И далее они творили как могли. И сам Ахлям в одной упряжке вместе с Александром Керденом написали много замечательных и хороших песен. А потом случилось непоправимое. И уже в память о своем друге Александр Керден написал такие строчки. В Эдеме нет ни праздников, ни Будин. А что там, нам живущим неизвестно. Но все ж одно давайте помнить будем. Уходят люди, остаются песни. Они бессмертные, словно души наши. Поскольку в каждой часть души поэта. Они о нас все главное расскажут. Давайте будем помнить мы про это. Как мы дышали, верили, любили. Надеялись, дерзали, достигали. И суть ли в том, кто мы при жизни были? Важней, какие песни мы слагали. Продолжение следует. Провождение следует.